Сейчас вышли годы пионера, теперь просто название упразднили, хорошо это или плохо, трудно сказать. С одной стороны, это было очень заорганизовано, очень формально, особенно в позднее время. Но с другой стороны, заботились о культурном досуге и о летнем отдыхе, причем все это было или вообще бесплатно, пушки все были бесплатные, или очень дешево. Здесь пионерские лагеря были недорогие, правильно? Нет, они были бесплатные. Ездили по путевке, то есть в советское время, надо отдать должное, государство старалось быть социальным, правильно? Ну вот прямо перед нами, как я говорю, был почти ансамбль. Здание царковое постройки Кепухова, которое смешли в 86-м году, и напротив него, на другой стороне Хаврикова переулка, старообрядческая церковь. Ну, старообрядческие церкви чаще всего имели посвящения Покровские и Японские. Ну, потому что именно такие посвящения были, старообрядческие церкви, на Роговском кладбище. В Москве после чумы 1771 года все кладбища были вынесены за городскую черту, за камер Калевский вал. Ну, мы знаем, Баганьковское кладбище, например, вот здесь немецкое кладбище за Яузой, ну и так далее. То есть старообрядческое кладбище, Роговское и Преображенское, два старообрядческие кладбища, тоже были за чертой камер Калевского вала. Снаружи от города. Ну, для избежания распространения заразы. Потому что это после чумы. Была чума в 1771 году, в которой умерло почти четверть населения Москвы. Ну, на всякий случай, на всякий случай, на всякий случай, чтобы всевозможная зараза была подальше. Между прочим, это не у нас придумали. Еще в античной Греции и Риме кладбище было снаружи от городской стены. Ну, это, ну, конечно, это не экономия места внутри городской стены. Внутри городской стены застройка. Ну, так же и гигиенические, да. Вижу. Внутри городской стены застройка. Пisingси. Попробуем. Пит в Северном кладбище. Пит в Северном кладбище. Песнях. Писанок. 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 Писанок и в Северном кладбище 그래서 Писанок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 кровлю, которая для половины высоты закрыла голову. И это примерно такой же силуэт, который производится сейчас. Сейчас бы, конечно, сделали по-другому. Сейчас бы сделали высокую стройную голову, но это именно подражание древненовгородскому стилю или кисловскому, как он выглядел в конце девятнадцатого года. Вот такой образ. Ну, эпоха модерна, понятно. Очень хорошая рисунка обрады, очень хорошая рисунка обрадов, с петроцами, естественно. Черепичная ровля, видите, на шатре ровля. Вот такая стройная, честная церковь. Церковь, как говорят в народе. Церковь – это организация, а здание – это церковь. Вот так. Ну, вообще-то здесь колокольник, вытянутый с севера на юг, с шатриком. То есть здесь, с одной стороны, воспоминание о звоницах в стенках, как во Пскове или в Ростове, в Ярославском. А с другой стороны, все-таки шатровая колокольня, надстроенная над звоницей. Вот такое снижение традиций. Можно считать смешение традиций. Сейчас есть работа архитектора, который работает в таком смысле. В частности, тоже мой приятель, лучший современный церковный архитектор Андрей Альбертович Анисимов. Он работает в стиле, который он сам называет «единоверческий модерн». То есть, традиция, он строит для патриархии, но в старообрядческом, как строили старообрядцы в начале 20 века. Нет, в 1905 году вышел указ о свободе вероисповедания, и после этого старообрядцы только в Москве построили несколько десятков старообрядческих храмов и валерьев. Но, к сожалению, в советское время очень много из них были здесь. Пойдем. Просто показал вам вот эти два ступани. «Колоколь, ну потому что колоколь колокола был, но застеклили в советское время, так как она сейчас как церковь не служит, не знаю, что в ней находится. Почему она не служит как церковь? Потому что старообрядцам слишком мало, им ее просто не поднимут. Служат. Ну, значит, им настолько у них мало денег, что на колокол, на то, чтобы расчистить вот это вот, расчистить от его созвона и повесить колокола, пока что денег не накопили. Ну, еще раз посмотрите, какие столбы ограды. Тоже в виде закоматов. Бочкообразная форма. Видите, келевидные завершения окон, келевидная супер-графика и келевидная трехшатровая композиция над дверью и келевидные завершения столбов. А вон там на углу даже тройной столб, трекиля. Тоже образ храма или часов. Как языки пламени. Ну, как в русской архитектуре телевидные кокошники. Это же образ языков пламени. О, ангельское воинство! В день страшного суда Христос должен явиться в окружении бесплотных ангельских сил, которые должны быть, как языки пламени. Поэтому церковная голова – это образ христа, ну а как закомары-кокошники – это образ ангельского пояса. Вот так. Пайки. Ну, были, конечно, интервалиды, но в советское время все колокола, пусть домикусы, но и не дали червайки. Пишите отзывы, ну прямо в чате пишите. Нельзя, там все, да. Нельзя, ну ладно, ладно, обойдусь. Администрация... Ну, пойдемте левее, я хочу выйти на почтовую улицу, где вот здесь вот. Раньше, в конце 19-го века, считал, вон, смотрите, местный рельеф такой. Высокий берег Яузы вниз, и сверху она подымается опять. Долина Яузы. И по обоим берегам были дворцы. Потом то же самое будет у нас на Большой Калужской, на Ленинском проспекте, только сейчас в Дорогомилове то же самое будет на Высоком берегу Белинсадьбы, от которых мало что осталось. И то же самое кое-что осталось в Санкт-Петербурге, на Петергофской дороге. И вся Петергофская дорога, высокий берег Финского залива, был усеян усадьбами. После победы под Полтавой, примерно с 1714 года, на Петергофской дороге строятся дворцы, самые значительные из которых стрельно в нынешней Константиновской дворе по великому князю Константину Николаевичу, его сыну Константину Константиновичу, где сейчас президенция президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Затем Петергоф и Араньян-Бауф. Ну, сейчас три большие дворцовые усадьбы. А мы дальше пойдем сюда. Три дворцов. Смотрите еще раз. Как раз окружение немецкого рынка. Так как здесь рынок, то на улицах прилегающих к рынку, вот Ирининская улица, на ней, естественно, много таховок завезли. Пойдем. А давайте я отсюда, потому что где-то все равно там мы уже увидим. Вон, видите, конструктивистское пожарное депо со смотровой башней. Башней. Смотрите. С новой облицовкой. Ну, от этой облицовки оно очень сильно вылетело. Что я могу сказать? Так вот. Дальше. Ну, по соседству ушадьбы Пушкина, то есть не ушадьбы Пушкина, отец Пушкина в девяносто девятом году снимал дом на углу госпитального и малого почтового переулка. Госпитальная улица и малая почтовая переулка. Госпитальная улица, потому что она вела к мосту, а мост вел к госпиталю. Вот за этим мостом, за Яузой, напротив, Головинского дворца, напротив церкви Петра и Павла был госпиталь. То есть он и сейчас главный госпиталь имени Бурдерка. Поэтому госпитальная улица, ну, малый почтовый переулок, потому что была почтовая станция. Понятно. Рядом был дом Бутурлины. И, кстати, по-родственному супруга Бутурлина, графа Бутурлина, была замужем за, сейчас скажу, Артемием Ивановичем, графом Воронцовым. Здесь, скажем так, да, супруга Бутурлина была сестрой, Артемием Ивановичем, сейчас скажу, вот, ну, был близкий род к Артемию Ивановичу, графа Бурденцова, и граф Бурденцов стал крестным. Высаси. Машину пропил ты и я, говорит. Машину пропил ты и я, и опять пошла года на хорошую облицу, на хорошую облицовывать не было. А мне нравится, когда здесь здание неплохое, то есть сделан сложный вид. Большие окна на два этажа, между ними окна небольшие. Мне оно напоминает построю фасада здания детского мира на Лубянске. Тоже большие окна на несколько этажей, а между ними окна в каждом этаже. Пойдемте пропускать. Вот сюда. Пойдемте пропускать. Город, где людей, которые приобычают. Город, где людей, где они поедут. Ну, где людей всех, которые везают, земель, они пошли. Все, раскопали. Продолжение следует... 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 Я сказал уже сто раз, у вас я не вывесывал, я здесь 15-й группы вывесывал, но я объявляю, просто говорю, причастен, но не дай, не дай, поэтому я озвучу, у меня обвесывают только 5-й группы, чтобы я вывесил. Какой из них глухой, какой, ну вот это уже. Скажем, как дом в архозе, посмотрите, в том архозе 19-го ехали, видимо, первые 2-е этажа, первые 3-е этажа, в сталинское время настрой еще 3-е этажа. Размеры окна, главный этаж, второй, имеет более высокий окна, вот для сравнения даже, вот смотрите, что-то так не было, видите? Как правило, белый этаж, второй главный этаж, имел более высокий окна, соответственно, 3-й этаж меньше, и здесь тоже самое было. В советское время надстроили 3-м этажом и сделали советские балконы, сделали хоть немного, но уже при Сталине постепенно все больше и больше ходят. Балконы стали абсолютно нормой, ну, в конце 50-х годов, до этого балконов было мало. Да, но все равно и здесь делали излишества, видите, на балконах рельефная рамка портала, по центру над лестничными клетками только, вон сколько излишеств. Ну и карниз, осторожно ноги. Ну вот здесь мы опять сверслили кружочек Сейчас туда сделаем Ну вот здесь прямо перед нами На немецкой, ныне Баунской улице Усадьба Карабанова Фамилия дворянская, но не очень известная Скажем так, люди в истории не прославлены Но хороший дом, боковые фасады Где-то около 1760 года А на Баунскую улицу, на немецкую улицу Выходит очень красивый главный фасад Самого-самого конца 18 века Вообще-то усадьба была главный дом И два флигеля с воротами То есть здесь на месте киоска Стоял еще один такой маленький двухэтажный флигель Между ними были вороты Конечно, архитектура самого высокого уровня Вот этот главный фасад Нежный, легкий, воздух Куашка Ну, видимо, или Родион Казаков, или депут Скорее Родион Казаков, который, кстати, в высоте Их, 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 в высоте Коробка здания, вот так и наличная Стоку Это около Еще вполне порочные Около 1760 года Конечно, сверху Альфик Над полукруглым выступом Там были Хоть или вазы Или скульптура Какие-то Но они были Их, куда на суде Понятно Да, я хотел сказать В конце 19-го года Считали Что Пушкин родился Вот То есть Что дом Пушкина То есть Точнее Дом Примедлевод В этом дворе Считали Что дом В котором родился Пушкин До 1812 года Стоял Вот в этом домовладении Поэтому Памятники Пушкину маленькую Поставили здесь Во дворе Перед школой Скола Естественно Имени Пушкина Это считается? Это считалось А сейчас По нынешним документам В архивах Люди искали Сейчас Считается Что с наибольшей Вероятностью Пушкин родился Немножко левее Ближе к Лефортовским дворцам На углу Госпитального И малого Почтёра Ну вот Это Токи 19 лет Ну Полудеревянка Так Вот видите Посмотрите Какой цоколь Белокаменный Цоколь С профилировкой Вот так Делали Ну после 1812 года Очевидно Построен Первый этаж И второй деревянный Тоже Было Очень много В Москве Таких Полудеревянных Добыт Ну оставили один день Его повезло В своё время Мы снесли Сейчас Сносить Вроде бы Уже Неудел Пока Никто к нему Не привязался Вот его и сохранили Ответственно За Санитарные работы Понятно Так вот То есть он остался Раз уцелел Сейчас так Пошла Тенденция Присваивать Таким домам Так Памятника Потому что Смало Осталось Хотя Дома Рядовые Вообще Таких было Очень много Но сейчас Они стали Ужарены Понимаете Осторожно Многие Ну вон тоже Мы видим Двухэтажный дом Надстроенный Двумя советскими Этажами Я ещё раз Скажу Что Восемнадцатом Здесь Улица была Аристократическая И жили здесь Всякие Не просто Богатые А знатные Люди Но в восемнадцатом Году Улица Погорела И почему Богатые Люди А вот Почему Потому что В восемнадцатом Веке На Яузе Были Царские Двухи Поэтому Богатые Люди То есть Знатные Не просто Богатые А знатные Люди Стремились Жить Ближе Двуха Да Но В девятнадцатом Веке Царский Дворцов Здесь Уже Не стало В 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 Дома А Ныне МВТУ Имени Баумана После Этого Интерес Здесь Селиться У Знатных Людей Пропал И Все Знатные Люди В основном Перебрались В Арбатские Деревки После В В В В В А Здесь Район Стал Купеческий И Постепенно Промышен Даже Места Сады Стали Были Проданы Фротфабрами Ну Вот Здесь Печально Известный Бауманский Рынок Который Обрушился Ну Лет Десять Назад Как раз Ну Может Даже Были Как раз Стояло Круглое Здание Я сейчас Еще Одну Цех Покажу Мы тогда И Жили Помогали Вот Это Прямо Через Около Четырнадцатого Года Дом Большой Доходный Дом Нормальных Квартир Сейчас Он Конторский Весь Видите Сплошные Кондишины У нас Не принято Ну Не стало Нормой Ставить Кондишины В квартир Если Очень Много Кондишин Явно Кондок Дом Недостроен То есть Это Доходный Дом Перед Сам Первый Германский Вою Этажей Это Сколько Ой Шесть Половин По тем Временам Небоскрой Так Вот Но Началась Первая Германская Его Не Остукатурила Так Он И Остался Терпичный Видите Сейчас Просто Покажу Еще Одну Цех А Вон Туда Потом Перейдем А Усадьбу Бутурлины Сейчас Подойдем Вон Сейчас Мы туда Переходим Усадьба Бутурлины Где была И где Рядом Усадьба Лефорта Затем Слободской Дворец Вон Туда Направо Сейчас Вон Церковь Покажу Да Ну Здесь Конечно Были Маленькие Двухэтажные Дома Которые Пусносили Там Было Открытие Пространства Где Был Этот Самый Несчастный Немецкий Лебаумовский Точнее Рынок Но На место Его Построили Дом Бизнес Класс Дом Богатых Квартир Вон еще Один Строит Дом Богатых Квартир Вообще Во всех Благоустроенных Странах Существует Регламент Где Что Можно Строить Где Что Нельзя Даже По габаритам Чтобы Дома Были Не Выше Некого Угода Особенно В старых Городах Да Ну Куда Бедно Соблюдай В европейских Городах Я уже говорил Что В славном Городе Париже В самом Начале 18 Века При Луи 14 Людовике 14 Был Установлен Регламент Все Карнизы Домов Должны Были Длинные Карниза Лубра Ну И Еще Два Этажа В Монсарде Поэтому Сформировался Фарижский Стандарт Шесть Уровнев Для Карниза Ну И Два Карниза Два Этажа В Монсарде Восьмиэтажный Стандарт В Берлине Был Принят Стандарт Шесть Этажей А сейчас Туда Перейдем Да Да И вообще Большинство Западных Немцев Да Большинство Смотрите Голдарейки У домика Видите Сзади Семьянная Голдарейка А В домик Солдарейка Нет Вот Как Да Да Как Да Да То же Самое Да Ну Вот Здесь Еще Была Одна Церковь И Вот Здесь Был Свечной Заводик О Который Мечтал Герой Инфий Петрова Так Ну Свечной Заводик Был С Девятнадцатой Веки Затем На Месте Этого Свечного Заводика Возник Духовное Училище Вот А раз Возникло Духовное Училище То есть Здесь же Возникла И Церковь Церковь Трех Святителей Московских Петра Алексея И Иона Святитель Московский Петр Понятно Это Митрополит Первый Русский Митрополит Киевский Конечно Который Перенес Своё Постоянное Место Пребывания В Москву И был он В Москве Ну С 1320 Ну В первой Четверти Сейчас Скажу В первой Четверти 14 века Он Скончался По-моему В 26 Году В 1326 Году Второй Святитель Московский Алексий Ну Он Возглавлял Русский Церковь В детские И молодые Годы Дмитрия Донского То есть Средина Третья Четверть 14 века Иона Первый Чисто Русский Митрополит Который Поставлен Не из Константинополя А Собором Русской Петербург Когда Константинопольская церковь Отпала В Унию Где-то В 1438 Году То В Москве Отказались Признать Унию И вместо Этого Избрали Своего Собственного Митрополита Собором Русских Гепископов То есть Это В общем Три Гепископа Которые Сыграли Свою роль В возвышении Москвы И Создании Самостоятельной Русской Православной Китушок Наверху Собором А вот Святительский Перевок Он же Рядом Святительский А там Другие Перевок Святители Там Три Греческих Святителя Иоанн Золотоус Григорий Богослов И Василий Великий Которые Сочинили Текст Нынешний Заполнили Тот Да вот Видите Русская Православная Церковь Вот это Здание Уже Ко самого Конца Девятнадцатого Века Да тут Здание Ну видите Учебное В середине Большой Зар Соответственно Большой Девятнадцатого Сейчас туда Посланник И вперевлю Пойдем Направо К госпитину Мы туда Пройдем Ага Вон там Опять Строят Какую-то Гадость Ну правда Ну тут Почему Перед дом После Да Ну прямо Перед нами Хороший домик Кухня Кухня Но Чуть-чуть Попозже Наличь Ну тоже Вот Сахар Такой был Масштаб Достройства Москвы Несколько Вернии Сейчас Посмотрим Выберем Сколько Пространства Где я вас Вот За что Я не люблю Окраины Москвы Даже Окраины Старой Москвы За то Что она Сильно Выломана Интересные Дома Стоят Вернии Вот Так выглядит Такая Какой Хороший Иссадебный Да 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 Какой Домик Полейший Застройка Или Зазут Не самого Погатого Самого Вот Такое Постройка Пушкин стройка Да Ну Пушкин стройка Да Да Вот 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 Такая Была Застройка С лопаты Сейчас Пойдем Старокирочный А вот Слева Это Вот Здесь Примерно А Старок Волковский Волковский Ну Сейчас Придем Лили Да Да Сейчас Туда Пойдем А вот Эта Была Одна Из Старобрядчих Церклушек Шмолелия Построена Будет Тоже Вначале 20-го Время У нее Фортал В Левне Русском Существе Но К сожалению Основное Здание Перестроено Ваши Уже А Я Уже Уже Ваши 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 Левне Вот, сейчас пойдем Вон там Ну, давай, давай, давай Ах, да, ладно Давай, давай Вот, как бы лев овся поднимет Вот сюда Вот Вот И родился Александр Сергеевич в 99-м году. Вот видите, вот они снимали один небольшой домик, не понимая, вот здесь уже есть поток. Малая почтовая, госпитальники, вот рядом с усадьбой Бутерлины. Здесь, конечно, доску надо было бы поставить. Ну вот, Лепоховская площадь, еще хороший дом конца 18 века, трехэтажный. Вот такие кусочки остались. И вот большая усадьба Бутерлины, то есть здесь были барские усадьбы, начиная еще с середины 18 века. Еще в третий третий раз рядом был небольшая усадьба Марлина. Но он там, к сожалению, не пройдет. Вон там вот, в коротирочной треулке я показывал, как пустит. На Борельете, в доме Андреем. Ну, тот дом, который в Китае все равно. Вон там, к сожалению, там стоят эти палаты, но, к сожалению, их люди. Они за забором. То есть их можно видеть только с крыши высокого дома, соответственно. Ну и вот здесь тоже все усадьба одна. Большая, другая, по-другому. То застатки немецких воды конца 18 века. Фрагменты. Ну, а это уже хрущевская застройка. Вот это. Усадьба Бутерлины. Как раз здесь была... Бутерлин был директором Дмитрия Бутерлингра. Был директором Эрмитажа. Да ну там ничего. А там он же подойдет и подойдет. Посмотри. И у него он был коллекционером. У него было хорошее собрание. Это совершенно замечательная библиотека. Одна из лучших в Москве. Но, к сожалению, эта библиотека то ли сгорела, то ли была разворована в 812 году. Говорят, что у него было большое количество серебряных изделий. Но когда в Москву вернулись русские, в этом доме не было найдено, дом сгорел, но не было найдено микробки серебра. То есть все среду оттуда кто-то прихватизировал. То ли французы, то ли местные миродеры. Вот дом, конечно, перестроен. То есть восстановил 18 века. Но уже в 19 веке здесь было какое-то общественное заведение. И его, конечно, отделка у него уже в середине 19 века. Вот так вот. В установлено, ну, понятно, после 812 года многие усадьбы, ну, продавались в казну под какие-то казенные надобники. Просто потому, что, во-первых, все-таки дорого восстанавливать, а во старых сильные события. После, следует обратить внимание, да, вспомните горе от ума. Грибоедов, Камусов вспоминают. При государине служил в Екатерине. А в те пары все важны. Сто человек в услугах. То есть тогда пары вели на широкую ногу. После 812 года даже небедные пары стали жить гораздо более камерными. Дома стали маленькими. Ну, еще раз обращаю всем внимание на дома. Два дома-музея на Остоженке-Креписнике. Дом-музей Александра Сергеевича Пушкина и дом Варвары Петровны Фургеневы в Дом-Миле. Смотрите, какие небольшие дома. Хотя помещики, наверное, были небедные. Но образ жизни даже зажиточных помещиков стал гораздо более камерным. После 812 года сменился дух. Правда, потом уже в последние четверти 19 века опять строятся новые роскошные дворцы. Купенческие иногда, сохранившие свои богатства, бары, какие-то такие пещербаковые или половцы. Тоже строят богатые дворцы, не менее шикарные, чем Троэкитуми. Опять происходит шлеск дворцового строительства. Но для пушкинского времени это не характерно. То есть это был дом, конечно, был полудворец, но вот кто от него остался. То есть вон там стоял дом, где родился Пушкин. Ну а здесь были родственники. То есть супруга Бутарлина была родственницей крестного Пушкина Артемия Ивановича Драфа Воронцова. Вот так вот, видите. И, конечно, вот здесь, мы видим, местность понижается. К Яузе спускались террасные парки. В долине Яузы были пруды, а здесь ступенями спускались парки. Ну, нечто подобное в Москве чуть-чуть осталось, где парк Горького, Голицынская больница наверху. От нее спускается парк, а внизу пруды. Пруды. Пруд в парке Горького с круглым островом. И здесь вся Яуза была. Вот так, усадьбы, затем террасный сад и пруд. То есть перед главным домом был парадный двор с хорошими воротами. А сзади, за домом, был сад к Яузе. Вот такая. Такой была Барская Москва Екатерининского, поздне Екатерининского. Ну, до 1812 года. Вообще-то Екатерининская Москва перестала существовать в 1812 году. Но, к сожалению, там этот Лефортовский дворец особенно не увидит. Но попробуем подойти, насколько пройдет. Я еще раз рассказываю, что вот эти корпуса пристроены к Лефортовскому дворцу уже применщиками в 1710-е годы. То есть дворец был построен для Лефорта около 97-98 года, когда Петр с Лефортом ездили за границу. Великая Посолка. Просто хочу посмотреть, докуда там сейчас видно. Вон там, в глубине двора, как раз на броске холма, и стоял дворец Лефорта, картинку которого я вам тогда показал. И вот как раз кончается это хоре. Как говорили тогда, Франц Лефорт был знатный де Бошар. То есть любил выпить, любил погулять. Ну, наверное, по пьяному отделу они немножко шалили. И приучил он и Петра таким самым. Что еще можно сказать? А вот все. Лефорт был в старте Петра где-то на 16-17 лет. То есть почти годился ему в отцы, но одновременно был старший товарищ, наставник по линии де Бошар. Приучал Петра к политесу, к танцам. Понятно, к европейским манерам Петру все это нравилось. Там музыка, там весело, вино и курыта. Они как белые люди, как сейчас сказали. Правда. За что Сталин преклонялся перед Иваном Грозным, а Петра не дали. Почему? А за низкопоклонство перед Западом. Ну вот, сейчас скажу, лопатка. Вот эти корпуса Харе, четырехугольные, корпуса были пристроены уже применющими. Да ну это уже, видите, это уже советское время построено. А то есть это куски от Лефорта? Да вот, вот сейчас посмотрим, где-то от него видно. И вон, смотрите, Яуза, за Яузой Головинский парк. А вот, вон видно Ахкада. Видите, внизу Ахкада. То, что осталось от Меньшиковского двадцатого. Ахкада, видите, Ахкада первая и полчаса. То есть, вон там, на центре. Вот здесь, конечно, внизу был пруд. Были пруды по старым планам. И вот, на Яузу, хочу просто посмотреть даже сам. То есть, здесь был парк Детерлины. Вниз застроенный, к сожалению, в советское время. Так вот, да, жилыми домами. Вон там здание похоже на стол, наверное. Хочу показать. Вон, да. Вон там, вон виден главный корпус. Помните, я вам на картинке показывал. Вот этот главный зал Лефоковского дворца по центру. А к нему примыкают объемы с тремя окнами. Вон они справа. Конечно, была бы моя воля, я бы рекомендовал восстановить хотя бы выходящий во двор посад на Петровское время. Можно восстановить, да. Но он был переделан уже применщиками. Применщиками, ты видишь, вот эти капители. Вон, видите, белокаменные резные. Вон угловая капитель. И вон там на дворце капители. То есть, применщиками, в первом десятилетии 18 века, дворец, видимо, был перестроен. И к нему пристроены вот эти четвероугольные корпуса образовавшиеся в Харе. То есть, на Ялзу выходил главный дом Лефоковского дворца. Ну, а, соответственно, здесь были всевозможные случаи. Да, в 19, но затем, в 18 веке, в конце 18 века, этот Лефоковский дворец вошел в состав Слободского дворца. При Павле Петровиче. Как раз при Павле Петровиче соседние дворцы, которые были построены для при Елизавете, для канцлера Алексея Петровича Бестужева-Рюмина. Затем они принадлежали графу Алексею Орлову. Затем в конце правления Екатерины графу Безбородка. Но при Павле они были куплены в казну. И здесь был оборудован царский дворец. То есть, примерно с 1997 по 1812 год, все эти, вон там Эмбрату имени Баумана, Слободской дворец, все эти здания образовывали Слободской дворец. Дворец русских царей. Потому что Павел махнул рукой на Эпетерининский дворец, построенный для Эпетеринин. Отдал его под казарму. А сам оборудовал себе дворец вот здесь. Ну а после 1812 года в зданиях Лефортовского дворца разместились архивы. Они сейчас там. Архивы я даже там в архивах бывал. А здание, собственно, дома дворца, который был Бестужа Фрюмин, потом Орлов, потом Безбородка. Там разместились ремесленные училища воспитательного дома. Из которого, ну где-то около 30-го года. 1800. Которое затем развилось техническое училище. Ныне МВТУ имени Баумана. Как оно сейчас называется, я не помню. Ну просто показать, где стоял вот этот Лефортовский дворец. Коробка у него родная. Но, конечно, надо было бы его восстановить. Ну, может быть, есть шансы. Ну, когда нет, шансы есть. Нужна, извините за выражение, политическая воля. Чтобы начальство сказало и открыло финансирование, приняло решение, выделило деньги. А как такие вещи делаются в элементарном? Да. А посмотрите, можно сказать, если Менщиков как бы этот дворец, он похож на петербургский его. Да, 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 да. То же самое. Тогда любили дома сложной конфигурации в плане. И в то время уже пошла мода делать карре с триумфальной аркой, главным входом, мода из Франции. Во Франции очень часто даже замки так перестраивали. В глубине двора главный корпус. А внутри вот этот. Да, как вот этот. С выходом на воду. Да. Затем карре, а с противоположной стороны арка типа триумфальной. А внутри карре, судя по всему, сад или что? Там был сад, но сейчас там дополнительные корпуса. Ну, понятно, да. Ну, в принципе, там был главный двор. Вообще-то сад был в основном Кьяузе, а там был скорее главный двор. Наверное, какая-то растительность была. Ну, по славному городу Парижу можно представить по Пале-Роялю. Пале-Рояль напротив Лувра. Это был дворец Арманджана де Решелье де Плюси. Ну, то есть первого министра Луи XIII. Он тоже там был главный дом, выходит на Ревали. Вот такой дворец с такой же сложной конфигурацией в плане. Выходит на Ревали, а затем с другой стороны к нему примыкает Карре. Или то же самое – это Пале-Рояль. Или то же самое – Люксембургский дворец в том же самом Париже. То есть в Парк выходит, как вот здесь, дворец со сложной конфигурацией, а с противоположной стороны, как там улица называется, я не помню, тоже идет Карре с тримфальной аркой. Это сделано по образу и подобию тому, как строились дворцы, ну, в том же самом славном городе Париже. К тому времени уже Париж был законодателем моды. Потому что в Париже жил великий король Луи XIV. И долго правил, кстати, почти столько же, как бы не дольше, как нынешняя Елизавета II. Он тоже 70 лет правил, очень долго. Ну, прожил за 80, он с 38 по 15, ну, около 80. Прожил меньше. Но он начал, его отец умер, когда ему было, ну, меньше 10 лет. То же самое. Поэтому он рано стал королем и правил. Ну, весь, весь, ну, бой, две трети 17-го, и первые 15 лет 18-го века. Петр с ним не встречался. Если есть вопросы, задавайте. Трифонарка, судя по 18-го раненого. Сейчас посмотрим ее. Сейчас мы просто, я, показать этот дворец ушел издалека. Пойдемте с первым словом. Вот сейчас мы пройдем мимо туда, и я вот посмотрю. Ну, это, где-то, видимо, прибавление. Вот, очень плохой. Вот, очень плохой. Вот, очень плохой. Вот, очень плохой. Выжилые дома. Класса классуют тихпичные. Пятиэтажные, тихпичные. Но, действительно, похоже, в лучшем случае, на казарму, в лучшем литерее. Знаю, 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 дурные примеры, а вот здесь, смотрите, какой торцовый фасад, вот резолют с колоннами, с белокаменными капителями, вот такой классицизирующий спир. Петр недолюбливал тусное барокко, а ему нравился североевропейский классицизирующий стиль, особенно в Англии, ведь родина такого классицизирующего стиля, того, что у нас называется Екатерининский классицизм, а во Франции называется неоплассицизм или стиль Людовика Соснадцатого. Это ведь английская музыка. В Англии, Англия страна не барокко. В Англии барокко очень-очень маленькая. Ну, разве что колокольни собора Святого Павла, ну, еще некоторые колокольни, последний третий восемнадцатого века. А в основном Англия вот в таком классицизирующем стиле. Ну, как раз, вот в последний третий восемнадцатого века в Европе английская мода начинает доминировать над французской. И в архитектуре, и в одессе. В прическе, то есть английское влияние усиливается. Ну, вспомни Евгения Онегина. Все, чем для притоки обильный, сорвует Лондон щепетильный. Англия становится мастерской мира, и постепенно соперники Франции, как законодательница моды. Ну, архитектуру я изучал, бросается в глаза, что Франция еще в конце жизни в Людовика XV, еще при Матвизе де Пампаду. Она, Франция, начинает принимать английский стиль в архитектуре. Так, вот то, что у нас называется черенецкий классицизм, он пришел к нам, конечно, через Францию, но во Францию он пришел из Англии. Ну, это мое наблюдение, мое личное. Хотя мне, говорят люди, что мне бы следовало написать всеобщую историю искусства, или хотя бы тезисы по всеобщей истории искусства, потому что нынешнюю историю искусства сочинили немцы в середине XIX века. А мне бы надо, да, ну, немцы, тогда Германия была, ну, и нынешняя, мягко говоря, Да, тогда Германия была очень самым ученым страной Европы. Конечно... Надо писать вам. Да, надо, я-то немножко пишу. Немножко пишу. То есть, ну, вы бы выдать у меня сборники. Так, я отписываю. Я же деньги на эти сборники купил. Вот они выдадут эти сборники, я же еще и денежку получил. Вот когда-то несколько раз я вкладывал все наличные деньги, которые у меня были на счетах во время кризиса, в издание собственных денег. Я получил в рублях за это сто процентов. В рублях. Ну, в долларах, наверное, это будет процентом. Вот так, чтобы оказалось выгодное дело, если заниматься и распространением собственных денег. Ну, это меня уже просят, за мной издатели бегают, чтобы я видел, просто сделал. Вот еще раз, смотрите, какая белокаменная резная кишечка. Видимо, Лепо был послан в Москву через Ахангельск, Великой Британской разведкой для связи с Нарышкиным. Он несколько раз ездил, То есть, после того, как уже сам Алексей Михайлович, он опять ездил за границу с Голландией в Англию, А тогда у Англии из Голландии была, вообще-то, династическое имение. Так вот, и он... Ну, они все королевцы. Видите, как и Ахты. Вот это вот форца, то же самое, вот это вот форца. Меньше по ступе. То есть, главный корпус дворца построил в 97-98 годах зодчий московский Дмитрий Аскамитов, а вот этот корпус пристроил уже в нулевые годы Марио Фонтана. Посмотрите вон туда, по-моему, какое хорошее замыкание. Ну, тоже дом где-то около, ну, конца 80-х, 80-х годов, наверное, ближе к 90-х. Вот такой чей он, ну, как чей он почему-то необычный, не пишут какого-то не очень известного барина. Вот такие были барские дома в немецкой Солободе в Екатерининское время. Просто показал вам, где родился кухня. Видите, вот такие капители. Ну, конечно, это были подсобные корпуса. Кухня принадлежала в XVIII веке дворцовому ведомству, и здесь жили всякие служители дворцового веста. Вот триумфальная. Накротик была, и здесь, к сожалению, дома. Ну, в черное время клопойчик излишен практически, почти. Но карниз, видите, сложный класс. Еще не совсем отказались. Это вторая половина. Кирпичная альтернатива хрущебов. Да, 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 вон, кирпичная альтернатива хрущебов. Кто же, вон там плохой кирпич предвоенного времени, а этот плохой кирпич предвоенного времени. Вот, не качество, это терпич. Есть Сталин. Сталинский бизнес-класс. И есть плохой кирпич. Это Сталинский. И после Сталинского кирпичный эконом-класс. Поэтому его и зовут плохой кирпичный. Видите, вот триумфальная альтернатива. Как я говорил, во Франции очень часто и в замках, и в городских дворцах в глубине двора Задний стоит главный корпус, а ему противостоит улица и из входа вот такая триумфальная альтернатива. Как в Париже. Видите, вот написано, тоже расположены архивы. Здесь, конечно, были статуи, но, скорее всего, они были деревянные. Наверху на консольке тоже стояли какие-то вазочки, но, скорее всего, и они были деревянные. Вспомним, что в Петропавловской крепости культура до сих пор на воротах деревянная, которой, извините, почти 300 лет. Вот так вот. Пойдем. Ну, просто зайдем, посмотрим краем глаза. Видите, белокаменная альтернатива. Вот такая альтернатива. Где-то около 10-го года. Здесь написано, да, так. Архитектор Марио Фонтан. Не написано. Во дворе просто. Мемориальная доска к Васильеву во дворе. Ну, одного из дипломов, у него написано. Дмитрий Астамитов и Марио Фонтана. Вот так вот. Вот видите. И просто ничего особо не пронаписано. Пойдемте, заглянем со двора. Просто через ворот. Давайте оставим. Там главный корпус Леховковского дворока. Виден со дворами. Вот какой видится. Вот. Посмотрим. Ну, вот эти корпуса 18-го века. Корпуса служб. Может быть, конюшни могли быть. Кстати, такие же корпуса полукруглые. Чтоб далеко не ходить в царском селе. Дворец. А перед ним, со стороны Александровского парка, вот такие полукруглые. Ну, вон там главный дворец. Как раз я бы рекомендовал все-таки восстановить фасад Леховковского дворца. Вот так вот. Пойдемте. Ох, милый военный исторический. Дворец Петра Найдал, Дмитриев Стамитов и Марио Фонтанов. При участии потом его перестраивали и расстрелили, и зато понятно. При каждом царе его немножко переделали. И вот, идем до среза. И вот здесь стояла тоже литеранская пирога. Вон сверху, где, наверное, лучше дать еще. О, вперед еще. Это есть? Да. Это что, здание синагаринских казанов. Тоже что-то переделывается. Нет, это здание физического факультета. Тихо, да. Назад, назад. Тихо, да. Да, да. Это здание, получивший фасад, уже 1827-1830 года. В это время, когда бывший Слободской дворец переделывался под приметами училища воспитательного дома того же времени. Я скажу сейчас, это фасад 1830 года, когда бывший Слободской дворец был теперь восстановлен, сгоревший под ремесленные мастерские воспитательного дома. Это был, что я скажу сейчас еще, первоначально этот дворец был построен для канцлера Алексея Петровича Бестудера Римина в середине 18 века. Потом канцлер попал в Афау и для него этот дворец менял разных владельцев. Он пренебрежал и Алексею Орлову, и графу Безбородка, но в конце 18 века он стал царским Слободским дворцом. И был царским дворцом до 1812 года. Вот видите, главные шеф-куса, они уже имеют отчетку, пустую шеф-кушку. Я все остановился, я все понял, дайте одну шеф-кушку. Одну шеф-кушку. Для того, чтобы вам не хватало, а это просто повторюсь. В речи они с двадцать шеф-кушку. А еще не знаю. Капсюр будет шеф-кушку. Если будет, то лите четыре. Да я говорю, я ночь довел вас до Бауманского, время, наверное, уже много. Да. Я вас сейчас поворачиваю на Бауманскую улицу и садитесь на... На улицу. Вот так. Да. Завтра все нас через метро Мебянка, через метро Мебянка. Вот направо, на месте, прямо перед нами, до нижней па. Это бывший все нас. Перестроено это здание для Сената. Потом уже, в конце восемнадцатого, или как здесь размещались задары понагаринского полка, любимого полка Туворова. Ну, сейчас он на реконструкции. Да. 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 Ну, какого? А что здание у Кисталинка? Там, прямо напротив, со стороны Яузы, к этому корпусу, на месте парка, был пристроен новый корпус, там у Кисталинка. Вот, пожалуйста, да. Да, вот это, да. Это дворец, а там Сталинка. Вот. Вон переулок. Поворачивайте. Вон здание. Шиногоридский. Казаром, бывший сынок. Но, к сожалению, он целиком вниз. Вот так. Вот. Сейчас пойдемте поворачивайте направо. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Садитесь на трамвай и приезжайте до Бауменской вон туда. Все? Мы уже расстаемся? На право. Ну, время-то уже половина. Да. До свидания. До свидания. Ну, вот. Вон, видите, башни. Вот Бауменская улица. Можно пройти пешком вот так, налево. А может же вон там чешный трамвай. А вот тут нельзя. Пойдемте. Не знаю. Наверно можно. Проход боюсь. Все закрыли. Ну, давайте. Счастливо. Милая, пойдемте. Милая, пойдемте. Да. Я здесь не в Басяке. Ага. Не только когда будете. Садитесь у Тамара на сквайцке. Хорошо. Ну, я думаю, что это было сказано. А куда пошел? Торога. Да. 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 Ну, да. Что 청а не смотрите. Тогда я бы уже знала. Тогда я пошла туда. Да, туда. Ну, куда. А куда? А куда ты идешь? Да. Туда? Нет. У меня тут. У меня тут. Нет. Высок. Татьяна, гид из Ташкинка. Тамара Москва. А я сразу пойму. Ташкин, так значит, Москва. Томатка, говорите. 905, а 8, 905. А, из 7, да, из 905. 528, 528, 529. Это мальчика очень похожа на мою подругу. Она учительница преподавать музыками в школе. Да, я врач. Ну вот, посмотрите-ка. Что, какая... Я сама из семьи в России тоже. Педиатры, педиатры. Папа профессор. У меня дядя Синица. Вот, как мы тоже. Так-так, не сохранить. Всё. Мальчика, ты я буду. Мы идем, что я хочу. Короче, так. Когда ты идешь так... Пойдем. Пойдем. Пойдем, как этот. Наши. Да, да, да. Заранее позвоните. Потому что я работаю... Батвей работают не туристов. Развожу за границу группу. Но Самаркан, Бухарань, Киваи иногда делают вкусы. Так что вот, я уж Сергею Николаевичу тоже позвала, говорю, давайте, вы бывалые люди, кто, у кого и желание двигаться, те обычно откликаются, говорят, ладно, приедем и приезжайте. Молодцы. Ну это теперь как получится. Ну да, ну это конец, а так будем держать связь. Ну да. Я и в Барсаке, и в этом, во всех это проведу. Такое время не надежно. Да. Сиди вот так, да? Да, мы немножко удлили. Да.